Я думаю, что правы и те, кто говорит о опасности распада и загнивания России, и те, кто пророчит ей великое будущее. Потому что в нынешнем своем состоянии в России потенциально содержатся оба этих пути, оба этих возможностей. Может быть и то, и другое. Я верю в то, что распада и загнивания не будет, но для того, чтобы его не было, надо как следует поработать всем. Людям и внизу, и наверху. Потому что, само собой, процветание в Россию не придет. Если мы проявим пассивность, если мы не двинемся по пути необходимых перемен, то тогда действительно негативный сценарий может реализоваться. У нас нет от него стопроцентной страховки. И все же я думаю, что те тенденции, которые прослеживаются сейчас, говорят больше в пользу оптимистического сценария. Хотя бы потому, что не из лучших человеческих побуждений, а из побуждений в достаточной степени своих корыстных, наша правящая политическая и экономическая элита постепенно начинает переориентацию своей политики в пользу мобилизации ресурсов внутреннего развития. Давайте скажем, так сказать, прямо, грубо и цинично. Наш олигархический капитал, достигнув определенных размеров, понял, что на мировой арене никто, кроме сильного национального государства, его интересы отстаивать не будет. И именно поэтому, с противоречиями, спотыкаясь, очень неоднозначно, постепенно происходит сдвиг в эту сторону, в сторону постепенной защиты российских национальных интересов. Это, безусловно, еще недостаточная платформа для компромисса между олигархией и народом, но, по крайней мере, это шаг в правильном направлении. Продолжение следует...